Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале Путь Собираясь. Здесь мы с вами встречаемся для того, чтобы пообщаться про парные танцы. И регулярно здесь у нас заходят к нам в гости хорошие люди из танцевальной тусовки. И с огромным удовольствием я вам представляю человека Максима, Максим Извеков, который является в определенном смысле моим коллегой и конкурентом не только на танцполе, но и в информационном поле. Нас, к сожалению, пока что на данный момент не так много. Те, кто в информационном поле делает контент про танго, просвещение. И именно по этой теме вот я Максима сегодня пригласил в гости. Привет, Максим! Привет, Паша! Сначала у меня первая вступительная часть для того, чтобы тоже немножко зрители поняли, чем ты занимаешься. Да, у меня сначала будет вопрос про твою танцевальную часть деятельности, потому что ты преподаватель танго, уже опытный, известный, ты много ездишь и по России, и опыт выступления, и участие в чемпионатах, в том числе и чемпионатах мира. Вот, а потом я тебе уже буду про нашу основную часть, про все-таки танго просвещения. Расскажи про твое танго, как ты пришел, вообще чем ты занимаешься сейчас в танго в том числе. Как я пришел в само танго или как я... Ну и в танце, и в танго. Ну, в танце. Такая история достаточно сложная, ну или простая, если так сказать. Я не особо любил танцевать, не особо мне хотелось танцевать, но мы с сестрой погодки. И когда она пошла на бальные танцы, у нее не было партнера, вот, мне родители говорят, ну, пойди, хотя бы чуть-чуть позанимайся. Ну, и так вот я начал с сестрой танцевать, и в итоге мы начали развиваться в бальных танцах. Я сам из Симферополя, Крым, и там начался мой путь в танцевальность, в бальных танцах. Потом уже в процессе, когда я там развивался в танцах, я начал испытывать такие вот моменты, ну, через которые все проходят танцовщики танцев. Это когда ты с партнером, без партнера, с партнером, без партнера, особенно когда ты в подростковом возрасте. И в таком случае, конечно, ты не знаешь, как бы продолжать самому заниматься или с кем-то ждать, пока придет. Или если приходит, то приходится опять же растить до определенного уровня. И тут попался мой первый педагог, Рик Дэниел, он такой черный, достаточно такой импозантный, артистичный. У нас был там отчетный концерт, и он на этом концерте подошел после и сказал, что Макс, надо танцевать танго. Как бы ты, он еще по-английски, он из Чикаго. Макс, you need to dance танго. Там типа, you can be better, one of the best Tsarava beach in Ukraine. Ну и так далее. Это очень такие вот как бы подкупные, искренние для меня эмоции были. И поэтому, когда ты находишься в ожидании, на распутье, я думаю, попробую. Но потом меня забрали в армию, и я на время об этом забыл. Вот. Ну и в процессе это витало у меня в воздухе, танцы. Вот я вернулся, год тогда отслужил. И начал заниматься, опять же встретился, пересеклись мы с Риком. То есть ты уже в танго вернулся? То есть ты... Ну я какое-то время танцевал в бальных танцах, вот. Но в процессе вернулся к этой идее, что вот как бы танго... Для меня это было непонятно вначале. Ну то есть ты танцуешь номер со стилизацией танго, типа там музыка танго, там вот эти вот движения, там вот как-то ты... Ты представляешь себе одно время, что танцевать танго — это вот как-то чуть-чуть вот по-другому и с небольшим налетом чего-то. Одиннадцатый танец из программы бальных танцев. Ну... Типа того. То есть там, если определенные условия и определенная стилистика движения в бальных танцах, ты там стоишь, стопы по одному, колени по-другому, там локоть, плечи, вот это вот все. Вот эти рывки, музыка определенная. Тебе кажется, что как бы танго, он везде одинаковый. А вот когда начал смотреть, как вот... Что такое аргентинское танго, где не ты знаешь свою партию, а она знает свою партию, где тебе приходится настолько хорошо свою партию использовать, чтобы у нее получилось, чтобы она понимала тебя, чувствовала. Вот. И вот такой вот у меня был сложный момент из бальных танцев, когда переключался в танго. Ну, очень интересно. Мне кажется, сложности, они очень помогают в дальнейшем. И потом ты уже все, переключился полностью и остался, да, в аргентинском танго. Да, да. Вот это вот состояние импровизации, состояние, когда ты учишься чему-то, понимаешь, как это работает, начинаешь это использовать в танце, смотришь на ответную реакцию женщины. Оно очень сильно влияет на тебя как в жизни, так и влияет в танце. И это очень подкупает, когда ты создаешь в процессе. Так вот все время создаешь, а не репетируешь и нарабатываешь одинаковые схемы. То есть движения-то они похожи, но как ты их протанцуешь, это прям по-разному может быть. У нас была такая ситуация интересная, что еще вот до того, как я ушел в танго, у нас, когда ты на бальный танц ходишь, периодически тренер говорит, о, приезжает вот этот, сходите группой прямо вот туда. Ну, мало ли что-то, это или может быть там или контемп, или это может быть опять же танго, сходите с носителем, посмотрите, может это что-то вам вдохновит как-то на ваш танец, на вашу технику. И мы пришли, там было у нас сколько, ну, где-то пар, пар десять там, мы поехали в Севастополь, и нас вечно подкалывал преподаватель, у которого мы на семинаре находились, он спрашивал, типа, вы слышите ритм? Типа, а сейчас какой ритм? Вы поняли? Мы такие, да-да, поняли, потому что ты же считаешь, когда балет танцуешь. А он раз, танцевал по-другому. А сейчас поняли ритм? Мы такие, да-да, ну, типа, это вот сейчас раз, и два, и три, и так далее. Он постоянно импровизировал, просто выбирал разные моменты, в разные моменты музыки, одну и ту же фигуру. А мы все время не могли понять, как это вообще. Что за ритм? Почему нет? Постоянно ты вроде бы понял, а потом хоп, тут быстрее, а тут медленнее, а тут пауза откуда-то взялась. Поэтому вот такая вот история с танго. Это очень подкупало, очень. Это непонятность и возможность создавать. Ну, ты же тогда преподавал, или ты больше как бы для себя? Для себя. И тогда тусовка уже была в Симферополе, когда получается? Она образовывалась потихоньку в Симферополе. Вот Антон Волочков, например, он сейчас школу в Симферополе свою проводит. Они же фестиваль крымский тоже проводят. И мы с ним в группе начинали вместе. Ну, я чуть раньше пришел, потом он спустя год вроде бы пришел. И вот так вот мы общались. Но вот это сообщество, оно не так прям сразу образовывалось. Достаточно туго это все. Мне кажется, как везде почти. Ну, и тем более вот эти вот особенно прибрежные города, там энтузиасты есть, но сложно, потому что ты привык все так вот на релаксе. Давай встретимся там где-то в другом конце набережной. Давай, не знаю. Ну, то есть вот какой-то ход мысли такой вальяжный очень. Не знаю, что-то жарко. Давай чуть позже. Ну, и вот это вот очень сильно мешает для стабильного такого создания какой-то группы. Слушай, ну, мы сейчас подкаст записываем в Москве, вот, и если еще тоже за твоим следить каналом Дзен, у тебя есть отдельная там рубрика «Взлеты и приземление самолетов», вот, где ты куда-то все время летишь. И когда мне спросили, ну, то есть я сказал, что вот я с Максом буду записывать подкаст. Обязательно спроси мне, да? Нет, нет, они спросили меня, а из какого города я такой задумался. Правда, ты сейчас вообще, мне кажется, вы какие-то прям путешественники с двоим, с Катей. Ну, мы сейчас, ну, я сейчас... Да, а до этого мы с тобой в Питере как раз-таки виделись. Да, да, да. Я сейчас живу в Екатеринбурге. До этого жил в Москве, до этого жил в Крыму и вот всех вот там городах крымских. Сейчас живу, получается, на три города, потому что мы регулярно приезжаем в Москву, тут работаем с нашими учениками, потому что, когда ты нарабатываешь определенную базу, люди к тебе привыкают, какие-то не идут к другим, ну, то есть ты их отправляешь. Но в целом появляется ответственность за то, что вот есть люди, которых с тобой занимаются. И мы регулярно приезжаем раз в месяц в Москву, потом едем в Питер или наоборот в Питер, потом в Москву, в зависимости от логистики. И Екатеринбург. А там у нас наш творческий период, ну и опять же, если поездки какие-то совпадают, мы это вот все тоже встраиваем. Понятно. Так что три города пока что стабильно. Ну, слушай, такой идеальный формат, на самом деле, для как разки блогерства. Вот. Ты запустил канал на Дзене, в котором, в основном случае, такой регулярно где-то выходит оригинальный, ну, то есть как бы разный контент, в том числе оригинальный контент, ну, то есть который нигде ни у кого не повторяются. И, в принципе, для… Ну, я во многом слежу за вообще тем, что происходит в сообществе. Вот. Потому что не всех, опять же, знаю. И… А у тебя получается такой… Опять же, удобно. Ты, как я понимаю, там приехал интервью. Мы, короче, тогда в Питере, когда были у Милы, записывали интервью. Вот. Откуда появилась такая идея, что тебя на это так вот сподвигло? Вообще, зачем ты это делаешь? У меня такой еще тоже для себя вопрос, потому что это тоже вопросы, которые сам себе задаю. Нет, нет, все верно. И во время ответов тоже очень многие вещи всегда… Объясняешь кому-то что-то, понимаешь что-то. Да. Ну, я могу сказать вот что. На самом деле я все вот никак не решался сделать вот… В Инстаграме заниматься, там, в Фейсбуке. Ты вроде как на каком-то базовом уровне чем-то вот таким вот ведешь какие-то свои аккаунты, но это не является чем-то таким уникальным в понимании меня. И когда я смотрю, Катя постоянно занимается Инстаграмом, у нее очень много аккаунтов, и это и Руби Морена, это и аккаунт Will of Tango, это много всего в этом плане. Я смотрю, думаю, блин, как она так делает? Ну, там что-то написать, что-то снять. То есть ты должен чувствовать какой-то момент актуальности, момент, что ты это хочешь выразить на общую аудиторию. Ну, опять же, зачем? Вот. А на Дзене, так как я смотрел, что там мало вот этого… Ну, такой попсовый есть канал, который всего там туда вот кидают. Вот это, вот это. А так как сейчас в воздухе витает такая смысловая история, поиски смыслов, то, ну, на Дзене, например, этого нет. Вот в Инстаграм я вот с этим VPN-ом, вот у меня прям боль в VPN, поэтому я как-то перестал заниматься. Хотя надо, наверное, но Инстаграм, Фейсбук, я этим пока что не занимаюсь. Ну, зато есть время на Дзен. И я разные вот эти вот все… Стараюсь какие-то направления затрагивать. Смотрю по отклику, конечно, где-то перевод сделать, где-то кино выложить, где-то какие-то старые фрагменты из видео, которые, опять же, человек не знающий, он даже не знает, кто это такой, он не знает, как найти этот ролик, и он даже не поймет, что там такого. Или там испанское название в этом ролике, если вот в Ютубе смотреть его. Или там говорят по-испански, ничего не понятно. Ну, как бы старик вышел, что-то там он подвигался, все там хлопают, и ты тоже там написал в заголовке, что типа «смотрите, какой вот это…» Чего? Что там? Чем там удивляться, чем наслаждаться? Ну, это уже вопрос как бы того, насколько наш взгляд отличается, и умение видеть то, что было, отличается от того, что было тогда. Да, это вот тоже всегда нужно проводить вот эти грани межвременные. Ну, и межпространственные. Все-таки там много у тебя архивных видео с Буэнос-Айреса. Да, да. А это для нас прям самая дальняя точка, мне кажется. Да, да. То есть для меня вот эти вещи, это как вернуться к тому, чтобы что-то пересмотреть, или наоборот, мне присылают подписчики оттуда из Буэнос-Айреса, там снимают какие-то видео на Мелонге. Вот атмосфера такая, ситуация такая. По поводу самолетов, то, что вот мы летаем, ну, мне нравится просто, мне нравится вот как оно все, я думаю, ну, сниму, выложу. Ну, кому-то интерес, кто-то такой же, как я. Это не значит, что все будут смотреть. Нет, ну, кому-то эта рубрика нравится, кто-то там музыку на фоне слушает. Мне нравится, я смотрю. А кто-то смотрит там, полетели, спустились. Переземлились, да. Ну, поэтому такая история. Но сразу создает ощущение еще, что ты, вот, ну, такой, бам, я смотрю, у тебя там отчетные там видео с отборочных чемпионатов Европы. Потом, бам, следующее, Лябоковский там конкурс. Ну, где мы оказываемся, я... И все время самолеты, и такой... Да, да. Человек нашел свое какое-то такое призвание, и вот ощущение кайфует от этого. Здорово. Да, да, да. А с чего, какие первые у тебя рубрики начались, и как... Ну, с чего начались это же интервью? Рубрики? Ну, в начале рубрики — это видео. Видео разных выступлений, которые, опять же, для того, чтобы смотреть выступления, нужно не себя слушать, человеку, который смотрит, а нужно понимать, во-первых, куда смотреть, что видеть, на что обращать внимание. И большинство выступлений прокатывается вот так вот, как бы мимо, просто потому, что там нету какой-то ожидаемой зрелищности для человека. Ну, он что-то там смотрит, и хоп, или переключает, или думает, посмотрю там вот хоряшку, или посмотрю вот это, или музыка не нравится, или еще что-то, или вообще качество фиговое. Ну, если качество фиговое, то и это тоже фиговое, в принципе, как вариант. Потом эти... Я вообще человек очень любознательный, и мне интересно соединять вот разные точки, в танго-сообществе, смотреть на то, с чего начиналось, у кого был какой путь. то есть, опять же, вот то, что, то, что человеческое в Москве танго, оно начиналось по-одному, в Екатеринбурге начиналось по-другому. то есть, по сути, оно сейчас есть, как данность, вот на том уровне, на каком есть. в Питере, он тоже есть. Но, как это вот все происходило, как те люди, которые сейчас знаменитые в сообществе танго, может быть, это не мировой уровень, но, может быть, это вот как бы люди, которые плечами своими держат основу. Да, их, может быть, уже нету, они, может быть, ушли своими делами заниматься, но они сыграли свою роль. И мне это было очень интересно и продолжает быть интересно, чтобы понимать вообще, а как это, надо же знать своих, нужно понимать. И плюс, они все разные, эти люди. Мы обычно знаем, там, вот я, если раньше меня спросить, Паша, собирай, ну, чувак в кепке, там, ну, танцует, ну, не так, как мне нравится, там, я что-то поддерживаю, что-то не поддерживаю. Ну, в постах вечно там написал что-то, начался срач. То есть, я как бы, у меня есть образ такой, раз и все. Но так, чтобы знать, что это за человек, это интересно, знать, что за человек, чем он занимался, до, почему он выбрал это. Это как, если пример с художниками привести, можно просто фигово рисовать и вот эту мазню выдавать за шедевр, можно быть в каком-то узком жанре, там, не знаю, эти жанры, но... Водаизм. Ну, не знаю, вот, то есть, быть в каком-то жанре можно, можно ориентироваться, потому что ты прошел, опять же, художественную школу, например, то есть, у тебя есть образование, и ты все разные техники, и по истории ты там прошел, и по стилям, и по, там, акварелью, там, вот этими мазками, там еще чем-то, и ты владеешь, и потом, когда ты владеешь, у тебя есть понимание, так сказать, у тебя есть культурное какое-то богатство, ты, исходя из этого, начинаешь делать что-то свое, и даже если это может быть непонятно кому-то, но это не мазня, которую ты просто такой, о, буду делать вот так, типа, и пофиг, а это, этот человек придет в галерию, например, и он скажет, о, вот это, вот это круто, вот эти молодцы, этого я уважаю, вот в его стиле за вот это, а этого я уважаю за это, ну, то есть, есть какое-то уважение, понимание, и при этом свое видение, которое человек может обосновать, а не просто, обидеться, как девочка, ну, вот так вот я вот смотрю на эти вещи, и вот возвращаясь к истории, вот этих, ну, тех же интервью, это вот, это, люди, которые приходят сейчас в танго, они многого не знают, и они, опять же, смотрят и судят со стороны уже переработанной, и поданной им не всегда правильной информации, иногда им подают информацию, а кто этот, и он сделал вывод, и он запомнил, на него там скажет, чувак в кепке, а, понятно, значит, не автор, ну, и все, и у него сразу формируется мнение, а потом еще кто-то, а потом еще кто-то, а я за то, чтобы делать какие-то оценки, не с подачи кого-то, а чтобы у тебя был доступ к этому, это очень важно в обществе, потому что тогда оно будет разрастаться, и будет, ну, хоть какое-то понимание и выбор, вот, и так далее, вот эти рубрики, я по-разному просто пробую, там, смотрю, думаю, а вот это вот тоже, как сделать это, допустим, перевести что-то, я, я не претендую на, какой-то лучший дубляж, или дубляж, или лучший там какой-то, но тем способом, которым я могу себе позволить, опять же, мне за это никто не заплатит, но я могу это делать. С другой стороны, если не ты, то кто, ну, так по большому счету, ну, то есть, когда ты выбираешь то или иное, если, ну, то есть, кто это еще сделает? Ну, да, то, что, опять же, в момент актуальный, ну, там, ты скажи кому-то, ну, вот сделай, давай денег, ну, ладно, давай, а он, было такое, даешь денег человеку, там, даешь материал, он переводит вообще, он не понимает, он какие-то слова просто, вон, как гугл трансфейн, переводит как восьмерка, там, да, да, а что, а что, а что, ну, то есть, вообще не понимает, ты как знаешь, это большой Лебовский, да, есть перевод, где чувак, дюд, а есть дюдя, перевод, где его там, ну, и вот был дюдя, да, вот из этой истории то же самое, ну, и вот так вот я постепенно что-то дополняю, вот, стараюсь регулярно выкладывать, просто вот, чтобы, там, эти полеты, полеты, турниры, ну, турниры, ну, это уступление, оказался на Миланге, где выступают мои коллеги, почему бы нет, пускай смотрят, и у них есть видео, и я контент выложил, и люди тоже оказались. Слушай, насколько ты чувствуешь, что сейчас танго-тусовки требуется какое-то просвещение, ну, то есть в свое время, вообще из всех сообществ, танго всегда производило впечатление, как самых таких рефлексирующих, погружающихся, там, в контент людей, но вот по моему ощущению, то, что даже там было лет, опять же, 15-20 назад, или даже 10 назад в танго, как будто бы люди пытались глубже вникать, то сейчас они перешли в какой-то более такой бытовой уровень, и как-то вот именно содержательные беседы, или содержательные какой-то информации очень сложно найти, и насколько ты сейчас чувствуешь, что это вообще востребовано, именно просвещать людей, где фактически ты же просвещаешь людей через архивы, через интервью. Это приятно, приятно верить в это, то, что я это делаю, истинно, оно все равно будет там посередине, или вообще не там, смотря кто, вот там, периодические комментарии пишу, такое там, как напишут, да, хоть стоя как-то, меня не впечатлило там, или, я не знаю, что это, типа вот, и даже, ну, как бы, есть вещи, вот опять же, вот эта вот история по поводу смыслов, по поводу, что вот в сообществе, в сообществе сейчас происходит такая история, как вольность, все вольность, ситуация, при которой человек позволяет себе больше, чем ему следует, вот так вот я это назову, если, если раньше, ну, вот я опираюсь на то, что было раньше, потому что это самый лучший источник для вдохновения, чтобы или не повторить ошибки, или чтобы наоборот создать что-то, что было прекрасное, и вот в чем это прелесть, заключается, ради чего ты пришел, когда мы приходили, наше поколение, мое поколение в танго у нас было очень мало информации, тебе приходилось смотреть, анализировать, проверять, обсуждать, разговаривать, если кто-то сходил на урок, он что-то рассказывал, вы что-то пробовали, если ты сходил на урок, тебе тут же подходили, спрашивали, что, как, то есть это не было какого-то такого состояния, что ты сам по себе, хочу, танцую, хочу, не танцую, ты чувствовал себя частью вот этого сообщества раньше, и оно при всех, опять же, разностях, при всех взглядах, оно было достаточно таким дружным, потому что были у этого сообщества лидеры своего рода, на которых или равнялись, или которые могли задавать некую тенденцию, там на музыке кто-то начинает ставить вот больше вот этот оркестр, например, на мелонгах, и те, которые равняются на вот этого диджея, они подхватывают, или наоборот, что-то человек осуждает, и уже какие-то вещи с таким, с опаской смотрят, но опять же, это мы говорим про авторитет, если говорить про то, что сейчас, сейчас большой доступ к информации, эта информация никак не фильтруется в плане того, что человек не может сам разобраться в том, хорошо это или плохо для него, если ты, например, будешь оценивать учителя по тому, как он танцует из тонка, красиво, может быть, технично, человек особенно не понимает, если еще платье развивается, если там как-то ножки летают, не важно, что это криво, косо, для человека, который разбирается, но для человека не понимающего, он такой смотрит, думает, да, это вообще, это уровень, потом смотрим на другую, думает, ну, это как-то, это цирк, потому что ему кто-то сказал, и вот это вот отсутствие собственного мнения, оно связано с тем, что у человека нету какого-то проводника вот в этот мир, вот проводников не хватает в тангу, которые бы не навязали что-то, а которые бы просто могли объяснить человеку, вот опять же, вот то, что я про художников говорил, чтобы он мог получить доступ к разным, то это понимать историю, понимать музыку, понимать культуру, почему оно отсюда-сюда пришло, понимать вот эти вот все витки, потом понимать разницу стиля, что мелангера это не то, что она лежит на нём, и вообще, что такое мелангера, кто такой тангеру, чем тангеру от мелангеру отличаются, и так далее, почему это делает, а почему это не делает, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть вот элементарные вещи, которые на большую ответственность вот этих проводников. Это вот те же учителя, как вот начальные классы. Всё вот с них же начинается у нас, ну помимо семи. То же самое и в танго. Вот нет вот этих начальных классов. Есть сразу универ, который говорит, да ты классный. Ты классный, короче, давай, занимайся у меня, делай вот то, что я тебе показал, и ты будешь клёвый, или ты будешь там вот техничный, или ещё какой-то востребованный. Или вообще ты вот сейчас годик-два занимаешься, и ты будешь работать в этом. И зарабатывать там. Ну из этой серии. Поэтому я считаю, что не хватает в сообществе это проводников на разных вот этих разных жанров проводников, которые нехорошо говорят и много знают, но при этом не не уважают то, что они знают. А проводников, которые любят то, чем они занимаются, горят этим и не пытаются разжигать какую-то вражду между разными вот этими направлениями, стилями, школами. Это очень важно. А то человек не умеет танцевать, например, но учит музыке. Человек не умеет делать что-то технически в танце, но он говорит, он говорит, как это... Набирает ли сейчас танго популярность, на твой взгляд, или оно теряет? Потому что за вот это все время, насколько я в танго, я видел очень много волн, когда люди приходили, и я понимал, почему они приходят. И были моменты, когда люди уходили. И почему они уходят? И опять же, если мы говорим про вот этот идеи про проводников, что люди через кого-то должны приходить, почему получается, как будто бы то, что у нас многие преподаватели как будто бы от этого максимально дистанцируются, то есть у них вот это есть территория, то, что я там, я преподаватель, у меня все остальное там, что там, кого-то воспитывать я, ну, то есть не буду. Вот. Есть ли шанс вообще вернуть танго популярность как-то еще? Если говорить о том, в каком этапе находится танго, то оно сейчас находится в таком, на плато. У него есть свой плато. Это не спад, я не скажу, что спад. Все-таки приходят новые люди, все-таки есть еще старые люди, на которых держится пока что вот то, что есть. Но вот эти люди, которые приходят, они очень легко уходят или просто теряются в сфере уроков, в направлениях уроков. То есть они приходят на мелангу, туда-сюда попробовали, что-то у них, может быть, не получилось, где-то, может быть, им что-то не понравилось и так далее. Теряется мотивация, теряется смысл, но ему нравится и он поэтому остается, вот за счет этого держится определенная критическая вот эта вот масса. Где-то тусовка нравится и он думает, буду тусоваться в школе, на уроках или только на частнике буду ходить и буду как-то, ну, потому что на частнике там я и учусь и получаю гораздо больше, чем придешь на мелангу и непонятно или с кем-то или человеку не особо нравится, время преподождения, каким ты должен быть, как ты должен себя вести, кто-то не хочет ждать, кто-то не хочет страдать, кто-то не хочет бухать, кто-то, ну, у всех разные вот эти вот потребности и вот здесь возникает вот этот момент, что зайти-то в танго очень легко сейчас, очень легко, все работают над тем, чтобы привлечь, но те люди, которые приходят, с ними же надо работать, их не надо просто тупо учить танцам, ты с ними работаешь, ты им что-то показываешь, по сути, ты можешь и картину мира поменять у человека, вот приходит человек, который нерешительный, тупо учительный, можно из него сделать какого-то извращенца, конечно, когда ты ему покажешь, ну вот, девушка, ты ее там трогаешь, ты там это, ты ведешь, ты главный, и он будет вот таким вот товарищем, который слишком поверит в себя, а в наше время, ну, поверил в себя, это безнаказанность, ты ему там как-то особо ничего и не скажешь, потому что, ну, человек обидится и уйдет. Туда, где его будут хвалить и давать возможность. Ну, да, элементарно, ты ему скажешь, чувак, ну, ты хотя бы подмышками помой, ну, хотя бы дезодорант, ну, средства гигиены какие-то примени, человек обидится и скажет, ну, я вот, я больше не пойду, со мной так обошлись. Дай бог, если он после этого не пойдет к тебе, но хотя бы он на будущее как отче наш будет это делать. Все, точка. Ну, вот эти вот вещи, они, они важны, и что делает педагог, что он закладывает, с какой он идеей преподносит, что для мужчины говорит, что для женщины говорит. Он говорит ей, я веду, ты следуешь? Или он мужчине говорит, вот это танец для женщины. Это две разные концепции. Один будет пытаться манипулировать, управлять и говорить, я тебя не вел. Я тебе это, а что это ты? Что за луноход? Самоход там или еще вот это вот все. А почему ты здесь это сделал? Или человек будет там? А почему ты ничего не делаешь? я же тебе время дал. Ну, из этой серии сам ничего не предложил, ничего не создал, но опять же с претензией. То есть вот эти вот моменты, они же, они же не берутся просто так, из ниоткуда. Это значит, кто-то накосячил. И чаще всего это педагоги косячат. Если какая-то история случается на мелонгах, это же от этого всего зависит сообщество. если что-то происходит на мелонгах, тоже кто-то косячат. Да, человек может там врезаться, он может не соблюдать тронду, он может творить всякую дичь. Это не его косяк. То, что он вот такой вот, это не его проблема. Это его вот таким сделали. Кто-то ему обратил внимание на то, что ты вот так вот делаешь, но ему не помогли это осознать и как-то разрулить в дальнейшем. Или организаторы что-то делают не так, и у них получается что-то не то. Не то, что нужно. Вот каждая сфера, она связана именно, во-первых, с педагогами, у кого учились эти люди, которые этим руководят. Это связано с идеей, на которой они росли, которую им поместили в голову, как в этом фильме. Начало. инцепшн, да? Да. Это очень важная вещь, которая формирует дальнейшее. Если человеку сказали, что Пуэнос-Айрес неважно, это все уже старое, это никому не надо. Человек поверит в это, потому что он не знает ни того, какая картина, и он без этого незнания просто принимает вот что-то вот такое, какую-то такую бздюшку. и у него меняется мировоззрение. И потом он более того может в это настолько поверить, что он будет в контрах таких конкретных просто из-за того, что у него не хватает информации. И ее поместить туда будет очень сложно ему, когда он осознает. поэтому я верю в то, что кризис он возможен только в том случае, если люди продолжат заниматься тем, что они просто будут красоваться перед своими учениками, зарабатывать на них деньги и не пытаться подумать на несколько шагов вперед, что все-таки есть определенный смысл, есть определенные концепции, должно быть уважение и как профессионально между педагогами и коллегами, так и уважение формировать в своем клубе, в своей школе, в городе, между организаторами, между мелонгами, между диджейми, чтобы был обмен информацией, чтобы люди могли общаться не о плохом, наговаривая на кого-то, а в плане того, чтобы было возможно как-то разговаривать, вот как мы с тобой говорим, мы разные жанры с тобой абсолютно. Да, мы с тобой в этом смысле противоположные даже, я бы сказал, так вот, да, но это не мешает нам общаться. И что, то есть мы коллеги, ты болеешь за свое, ты хорош в своем, я болею за свое, и это все, все равно, мы в одной теме, вопрос в том, что это нужно, это нужно, к тебе должны поступать люди, потому что они знают, что это есть, к нам должны поступать, к другому должны поступать люди, это должно быть передача людей или доступность, а не в плане того, что вот у меня, да, у другого нет. Потому что человек, который, знаешь, как бы каждого преподавателя находят его ученики, и то есть люди, которые заточены условно на, ну, которым вы подойдете, ну, то есть имя, они маловероятно ко мне придут, а те люди, которые, например, там, ну, ты понимаешь, да, о чем я? Знаешь, я вот, я тебе так скажу, есть, суть не в том, что на кого придут, суть в том, что у этого, что человек хочет взять у другого, он не становится его прям, ну, есть люди повернутые, которые вот прям все, на одного человека все, вот он мой этот, он мой генерал, а есть люди, которые, которые, они более такого аналитического склада или они очень хорошо чувствуют, и они понимают, вот у этого, я вижу, он делает это хорошо, вот что-то специфическое, там, я не знаю, там, пальцем шевелит, как-то допустим, и он думает, блин, я вот, вот так вот пальцем никто не шевелит, вот я пойду к этому научиться, вот этому пальцу, а к этому я пойду, потому что он, ну, он когда танцует, вот, он такой спокойный, но при этом, то есть, что-то у этого человек понимает, он идет не за тем, что вот я хочу, как он, а за тем, что я могу у него взять, чем я могу научиться, и тем самым, он такой мультистиль свой формирует. Ну, и плюс на разных этапах разные преподаватели помогают, потому что есть преподаватели, те, кто поможет стать чемпионом, а есть те, кто хорошо подготовит к меланге, но имею в виду, что... «Хочешь там Ноева?» И вот меня спросят кто-то «Ноева?» Я скажу, «Да, конечно, давай, сейчас покажу». Я могу его обмануть? Ну, кого я обманываю? Или... Ну, вот эти вот моменты, они очень... Они очень сложные, потому что ты же деньги можешь потерять. Вот у тебя фактически, допустим, нарисовался заказ на 10 уроков, если так говорить. он к тебе приходит, чтобы ты его научил тому, чем ты не владеешь. ты думаешь... Изи. Фигня вопрос. И ты начинаешь тоже там смотреть видео, еще что-то. Я против этого ничего не имею. Некоторые так и научились танцевать. Просто... Ремесло никто не отменял. Да, некоторые научились. Но опять же, это точка входа для того же профессионала, может быть, что вот он оказался в услуге, и он подумал, ну, я смогу. Это сложный вход. Но если он потом в процессе своего развития идет и встречает там каких-то аргентинцев, итальянцев, он с ними занимается, он же... Это то была его точка входа. Это не смысл его работы. Это не инструмент его работы, где он думает, а, грузинские танцы, сейчас я это, сейчас... Приходи завтра. Я не знаю ничего, но я посмотрю и там вот делай вот это, вот это. Это, это, конечно, можно обмануть, потому что человек не понимает. Можно очень уверенно, так как ты уже умеешь разговаривать, очень уверенно человеку внушить уверенность в том, с кем он работает, у кого он занимается. а можно просто понимать, что, ну, если ты это не умеешь, сходи к этому, сходи к этому. Я это не буду объяснять, потому что это я буду делать хуже, и это не мой профиль. Вот. Как врачи передают, иди к хирургу, иди к дерматологу, нормально же, они как-то не страдают, никто, никто людей из-за этого не гробит. Может быть, некомпетентный дерматолог и хирург, или там, зубной, но это уже другая история. То же самое и с вот этой средой сообщества. Кризисы, они берутся от того, что многие вещи со временем вскрываются, и когда они вскрываются у человека, который загорелся этим когда-то, влюбился в это когда-то, он оказывается вот у разбитого корыта, он думает, а зачем мне ходить на меланге, или если эта женщина со мной не танцует, и она элементарных каких-то для себя вещей не видит, просто потому, что она одна. А ей для дальнейшего, то есть женщине для определенного момента ей нормально одной. Но дальше, если она хочет развиваться, ей безусловно нужен партнер. и это не пропедагог, это должен быть человек, с которым она может пойти на урок, с которым она может пойти потом на практику, отработать то, что они вместе получили, а не она отработала с тем, кто уже знает, или кто владеет этим. Это возможность выступить, например. То что же, это все инструменты, которые этого ее развивают колоссально. Одна она, как бы, с кем бы она хорошо не станцевала, она останется одна, и когда она придет на мелонгу, она получит явно хуже, чем она привыкла. Ну, это если мы говорим о человеке, который, женщина, которая потанцевала там с одним профессионалом, со вторым профессионалом, пришла на мелонгу, потом опять на урок пришла, поставьте меня с нормальным партнером, ее поставили, опять пришла куда-то в неизвестное место, и так далее. И потом теряются смысл, или человек просто понимает, что он зажат в определенных условиях, чтобы ему было хорошо, хотя бы на уровне, или ему говорят, ну, найди себе партнера, ну, вот, есть это, но его нужно, с ним нужно заниматься. А готов ли человек ждать? А вот этот момент его нужно вовремя предложить, чтобы человек начинал фокусироваться на паре, не на себе, а на том, чтобы найти партнера, не по жизни, не обязательно, но компаньона, напарника, того человека, который будет интересен, будет такой же легкий на подъем, или наоборот, он будет более такой, покопаться в мелочах, там, ну, в общем, подойти похожего, который вот по тем мирами, или наоборот, он такой взрывной, а спокойный и так далее. Ну, вот эти вот моменты. Если эти вещи вовремя не предлагать, человек накапливает опыт, накапливается усталость, и он просто потом бросает, отваливается, потому что, ну, как бы, смысл, одни и те же люди, ну, ладно, я хожу, там, я танцую, ну, я беру уроки, ну, и чё? Вот я там на уроках узнал такую классную штуку, а на меланге мне не с кем её применить. Вот я не знаю, с кем я могу вот там прожить какой-то момент, с кем? Или как я могу сделать вот какой-то нюанс, который вот прям вообще перевернул картину мира. Ты там пытаешься, а человек, с которым ты танцуешь, он даже не заметил, что это было. Да. Поэтому вот эти вещи, они очень сильно связаны со смыслами и с дальнейшим, ну, как бы, на этом и это есть фундамент, на котором будет, будет тут танго что-то или не будет? Оно будет, конечно, но этим вещам нужно придать значение. Я так бы подытожил. В продолжение этой темы, я знаю, что вы делали такой проект в онлайне, детали, может, я там что-то ошибаюсь, это про как раз-таки про музыку, про оркестр и вообще-то в принципе ты про обсудить за танго-музыку, как я понимаю, прям любитель. И при этом я не помню ни разу, восьмом, у меня нигде не мелькало то, что ты диджеишь. то есть ты такой очень в моем понимании хороший танцор, который на диджейском уровне разбирается в музыке. Правильно? Ничего не ошибся? Или ты много-много диджеил, просто это прошло где-то вдалеке от меня? Нет, я не диджеил, проект у нас онлайн был такой вот, он и есть сейчас, просто мы пока что, ну вот, на время модной болезни мы занимались этим исследованием, потому что, опять же, из-за чего я переехал в Екатеринбург из Москвы, потому что закрывались города, и ты на два города по онлайну работать вообще нереально, поэтому нужно было или мне в Екатеринбург, или Кате приехать в Москву, ну, решили, что я приеду в Екатеринбург, и мы начали много чего, опять же, обсуждая на кухне, разговаривая, мы начали думать вообще, а вот у нас есть проблема вот такая, там, с танго, вот у нас закрылась возможность туда поехать, то есть, ты понимаешь, что ближайший год точно не поедешь, к тебе не приедут, потом оказалось еще там вытекающее обстоятельство, и ты думаешь, а как, а вообще, а что, откуда взять вот то, что ты черпал там, потому что, ну, мы по два раза в год ездили в Буэнос-Айрес, в разные, там, и в период Мундиале, и, кстати, всем нашим русским танцовщикам хорошего, легкого паркета, чтобы вы классно станцевали, независимо от того, просудят вас хорошо или нет, желаю вам успехов. Да, мы как бы пишем, когда еще результаты не знаем, возможно, выйдет, когда уже все будут писать. Но хочется, хочется, чтобы все от поездки получили колоссальное удовольствие, и Буэнос-Айреса, и в танцах, и так далее. Подкаст, что ты говорил, то, что для того, чтобы понимать Буэнос-Айрес, надо ездить не только во времена, когда Мундиале, то, что во время Мундиале Буэнос-Айрес иное, чем вообще в обычное, скажем так, время. Да, да. Так вот, Буэнос-Айрес, и музыка, когда ты ездишь в Буэнос-Айрес, есть возможность туда поехать. Я, например, одно время ездил тоже на время августа, это чемпионат мира, ну это такая рабочая поездка, можно сказать. Рабочая поездка, когда ты приезжаешь, куча русских, других участников, которых ты из чемпионата в чемпионат, ты их просто знаешь. И ты, с этими людьми встречаешься на мелонге, танцуешь, как обычно, вроде бы. Ты знаешь, что там ходят разные судья, а там судей огромное количество, там по 4 судейских коллеги за за один день может меняться. То есть по 10 судей, они вот так вот раз, 4 часа просидели, там, то ли по 10 рон, они вот так вот. А сколько человек в судействии там обычно сидит? И это разные, абсолютно разные жанры. Это могут быть и танцовщики, и хореографы, и артисты, и деятели какие-то. Уважаемые люди тоже, да. которые насмотренные, то есть на их глазах столько всего происходило, они просто понимают. Организатор мелонги, который, ну, можно сказать, не умеет танцевать, он танцует, но вот без каких-то там вот претензий, обычный человек, но у него взгляд такой, он сразу видит, о, типа, вот эти могут. просто на выступлении он, даже так, на мелонге он видит, и он потом подходит и говорит, слушай, не хотите у нас выступить? Просто вот в трафике танцует, он видит какие-то вещи. Или, или там, ну, те, кого не видят, они просятся, и он говорит, ну, ладно. Раньше, когда тоже такие времена в России тоже были, когда не было Ютуба, и, то есть, можно было, в принципе, получить приглашение от кого-нибудь из организаторов, приехать куда-то с классами или выступить, просто, да, по-моему. Так вот, если возвращаться к истории вот этих поездок, в момент чемпионата мира большинство местных тангерос, которые, и мелангерос, которые прям основу являют танго-сообщество в Буэнос-Аресе, они не ходят на те мелонги, попсовые мелонги, куда приходят все, потому что там танцевать невозможно. Это самое первое, что они для себя понимают. Ты там элементарно не сможешь пройти ронду, а хорошая ронда это когда ты за одну мелодию можешь пройти полный оборот, за одно танго. Плотный трафик может быть, но танцпол вращается, все танцуют что хотят, как хотят, но ронда проворачивается на целый оборот. Четыре мелодии, четыре поворота. Когда люди понимают, что, и когда я слышу эти истории, что за за танду один круг. Не круг даже, что там человек говорит, что я там вот танду протанцевал и прошел там не больше трех метров. Это говорит о том, что человек абсолютно не понимает, не понимает, что происходит, как устроена меланга. Ну, а если не понимает, ну, сядь, посмотри. Ну, вот сядь, посмотри, как, где, на какой линии танца движение быстрее. Посмотри, как люди двигаются, как они сообщаются. Вот мы, например, вот этими историями, обсуждением вот этих смыслов и моментов, нюансов таких, которые, которые нужно, на которые нужно насмотренность и понимание. Мы эти вещи рассматривали, вот у нас проект был онлайн, тангоист. Тангоист, это истоки, истории, истины, что-то вот, с таким посылом. И мы там разбирали, у нас было записано вот пять курсов, и мы то какие-то фишки старых мелангерос разбирали, потому что они все разные, у всех разные манеры, блин, какие там крутые штуки они делают. Там разные какие-то механизмы у них, разные ритмические решения, особенности. Потом у нас курс был посвященный, где мы про мелангу рассказывали, про устройство разных аспектов, то есть на чем зиждется меланга и ронда. Одно из них вот на канале у меня есть там на канале есть полный выпуск, мы его выпустили, ронда-онда называется, вот где-то там вот в подборках. Короче, смотрите, очень много информации. Как бы на самом деле у меня ученики, то есть они покупали курс, вот этот в том числе по маэстросу и очень прям хвалили, прям им очень понравилось. Поэтому мы вот этим занимались, нам действительно было это, во-первых, самим интересно, потому что мы концептуально выросли в момент ковида, многие вещи мы для себя открыли, именно благодаря тому, что мы начали обращать внимание на разных танцовщиков и артистов и все больше начали слушать, что они говорят. Блин, это как в одном видео «Легенды танго» есть такое, переведенный с русскими субтитрами и там Асвальдо и Кока у них в Лавируте берут и спрашивают и вот он говорит «Слушайте, вот представьте, вот мы...» Ну это разговор про музыку, когда вот кто-то там что-то говорит, это тоже отдельная история, я про музыку продолжу. Он говорит, вот посмотрите, вот музыкант, музыкант, он посадил себе зрение, пока он играл, наигрывал вот это вот все на своем инструменте. поэт, он себе там прожигал мозги, чтобы сформулировать, сочинить и совместить вот эту вот историю, придать ей вот этот вот окрас, который выслышали. Ну мы же не понимаем многих вещей, но вот этот делал вот это, ну то есть каждый чем-то пожертвовал из музыкантов, кто создавал музыку. Он говорит, не надо срать на головы, не надо срать на головы, когда вот вы этого, если вы это не слышите или осуждаете, о ком это говорит? О них это говорят, они сделали свое дело. Это говорит от человека, который абсолютно безграмотен в том, в том, почему он говорит и при этом он даже не понимает, где он облажался. Если говорить о музыке, это тоже моя вот эта вот любознательность, когда ты слышишь музыку, а я раньше закончил музыкальную школу на игры на баяне и как-то, видимо, оно как-то само собой близко к танго, кстати. Да, 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 тоже кнопочный такой инструмент. Вот, кстати, на этом умеешь на бандонюне играть? Нет, я пробовал, вот как-то в плане танго проходил там такой открытый урок от Вани Таланина, он давал всем возможность попробовать. Это очень интересно, это очень здорово, это адская машина бандонюн, потому что там ты, когда мех открываешь, там две кнопочные клавиатуры, вот, ты, когда открываешь мех и одна и та же кнопка, например, до и тут там ре или до, она звучит на открытии меха по одному, но когда ты закрываешь, не меняя клавишу, уже нота другая, то есть там улыбанная, и на обеих руках, то есть ты четыре клавиатуры должен знать на этой и на этой, это четыре разные клавиатуры, поэтому очень, очень это интересно, на баяне так нет, то есть ты тут дооткрыл, и тут дозакрыл, все, там ре и тут ре, все нормально, аккорд взял и он не меняется, а там он меняется, тебе приходится это дело очень точно понимать, и когда ты слышишь музыку, ты начинаешь замечать определенные моменты, каждый оркестр отличается, у каждого свой вот этот вот оттенок, это как духи, там это может быть серия мема, вот я сейчас мема пользуюсь, и они все вот с этим, с таким оттенком, вот фирменная у них какая-то есть карточка, там послаще, больше с кожей, еще что-то, еще что-то, но в целом ты его узнаешь, если это там Шанель, ты тоже узнаешь Шанель, есть там свой вот как бы фирменный основной вот основа такая, которая узнаваемая, если, ну, со стилями танцев то же самое, ты раз смотришь, ой, это вот на этого похож, это вот на этого похож, так вот то же самое и с музыкой, раньше ее было не так просто достать эту музыку тоже, не то, что сейчас и там и цифруют, и качество улучшают, но в целом отличить Десарли, отличить там Пуглиезе, Тройло, Доренцию, это самое первое, что должен для себя понимать каждый, это база, не знаю, насчет каждого, все-таки это преподаватель, мне кажется, должен, да, да, это любовь, которую он, это нужно сказать не в плане того, ты должен, в плане того, что если ты в этом не разбираешься, значит, это косяк преподавателя, просто потому, что он тебя не увлек в этом, и суть не в том, что ты должен только под это танцевать, но ты должен это понимать, как два плюс два, четыре, все, ну, потому что, да, под эти восьми, кого ты сейчас и назвал, там это получается совсем разная танго, конечно, и более того, разные периоды, у них разное звучание, разная ритмика, с этим певцом, это одно, певцы тоже в разные периоды были, там ты с ним начинал, он молодой еще, потом хоп, спустя там пять лет уже другой, там такая Санта-Барбара совсем нет, еще кто у кого играл, кто кому пришел, кто кому пришел, кто от кого ушел, кто какие-то, это уже, это уже более такой глубокий, более высший, так сказать, уровень понимания музыки, очень интересно, на самом деле, это, это уже такое исследование, но в целом эти вещи, ты по трем нотам сразу слышишь, вот, играет музыка, и ты понимаешь, это звучит до Ренца, может быть, ты не знаешь там песню, название произведения, может, ты не знаешь с певцом без, какой год, это уже история, опять же, для тех, кто, ну, такой вот ботан, который любит в этом деле разбираться, и он сам получает, он чувствует потребность в этом, в том, что ему по-честному хочется в этом разобраться, поэтому я вот в этом плане отчасти такой вот ботан, ботан, не знаю, правильно, и мне нравится это дело, разбираться, слышать, а вот это Десарль, а вот это вот Десарль с Руфимом. Слушай, а какой у тебя тройка самых любимых оркестров? Ну, неожиданный вопрос. Ну, неожиданный. Для меня на первом месте это Тройла, Анибал Тройла, Пуглиезе, однозначно, и Десарль, для меня. Ну, они такие, знаешь, если, ну, меня ученики тоже периодически просят потанцевать под традиционную музыку с ними на занятии, ну, то есть такая, для моего понимания, тройка Нойловских классических оркестров, потому что у них есть разнообразие ритмической внутри музыки. Ну, если так посмотреть, то возможно, я, например, так на них не смотрю, вот, но для меня это, это определенная основа, определенная основа, которая, знаешь, вот, например, мелангу можно сыграть на этих четырех оркестрах, всю мелангу, потому что у каждого оркестра было хотя бы четыре певца и инструментал, и дискография у них запредельная. У них есть там более поздние, но это не особо удачные, вот, начиная там с 60, вот, вот, пошли вот за 60, то что, не особо, на мой взгляд, удачные такие, потому что они чувствовали потребность в своем развитии, они вот все, ну, в итоге это в пьяцо ушло, да, они чувствовали все потребность в усложнении, в более сложных структурах, более каких-то музыкально-технические достаточно новых решений, вот, им хотелось как-то развиваться в этом плане, потому что это уже, как бы, есть основа, и хочется ее как-то расширять, вот, но то, что, то, подо что танцует, это то, что понятно, в первую очередь, то, что независимо от того, человек, есть у него музыкальный слух, нет у него музыкальный слух, он чувствует, как вот, Billie Jean, not my love, и вот ты вот прям, вот, чувствуешь, качнуться как-то, что хочется в ритм, то же самое с музыкой танго, они писали, почему вот целый век именно там, не потому что оно скрипит все, потому что там качало, оно качало и качает. Времена другие были, я в этом смысле с тобой мог бы поспорить, я как бы, ну, просто я же не спорить с тобой пришел. Здесь вопрос разных времен, слушай, как думаешь, что, какой все-таки вот из этих векторов танго, оно не то, что победит, а все-таки что может сделать танго, ну, дать новый рывок, и каким ты вообще видишь танго в будущем в России и в мире. Ну, что для меня, знаешь, когда я этого в час опять же сейчас проходит краски в данный момент чемпионат мира, но когда два года назад я увидел, что чемпионом стал Касаль и с Яниной, ну, то есть для меня это такой был такой, типа, даже в Буэнос-Айресе уже такой явный вектор на что-то новое, нуэлловское, и вот то, что это может дать шанс, но я как бы свое, конечно же, в этом смысле. Я понимаю, я понимаю, но на этом примере сейчас разберем, да. Вот, как ты думаешь, ну, потому что я, опять же, со своей стороны у меня никогда не было никаких в этом смысле не то, что негативных, даже нейтральных, ну, то есть я очень трепетно и нежно отношусь к традиционному танго, потому что это основа, это то, вообще, это корень, из которого все это растет, и музыкально, и хореографически, вот, и чаще всего как раз таки являются такими ортодоксальными фанатами традиционного танго, те, кто не до конца знает какие-то, может быть, вещи, связанные с историей, вот, потому что все-таки танго появилось новое, человек, ты так хитро улыбаешься, ладно, давай. Тут как бы есть нюанс, вот смотри, опять же, я не придерживаюсь того, что там как-то кто кого переборет, или кто кому что обоснует, я больше вот за, я скажу свою точку зрения на чемпионов, но это мое субъективное мнение. Во-первых, нужно понимать, что все, все идет и будет идти из Аргентины, это неоспоримая вещь, это как вот Ватикан, вот у них там своя история, свое государство и все, оттуда оно пойдет. Почему так в этом уверен? Не знаю. А, про Ватикан? Не, 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 про Ватикан, про танго. Потому что это аргентинское танго. Есть там аргентинское слово танго. Не танго просто. Если бы просто танго, тогда мы бы сказали, у нас тоже танго. Ну, аргентинское танго. тогда в танго нерусское танго. В танго нерусское или в неотанго нету слова аргентинское. Просто есть как бы примеры, есть бачата. Танго нерусское знаешь, это вот как танго мелангеру для меня. Это неправильное понимание и подмена смыслов. Для меня это так. если человеку говорят, ты танцуешь танго мелангеру, он сразу думает, не, я не танцую, я не падаю. Для него это вот сразу картинка. Чик вот так вот стоят, это мелангеру, он не понимает, что это такое. Но ему так перевели, ему так сказали педагоги, опять же, откуда все берется. Если человеку говорят, ты танцуешь танго нуэво, он верит в это, что он танцует танго нуэво, хотя танго нуэво, как вот, например, вы с Соней обсуждали, я смотрю, как вы с Соней Семинской, Соня, привет, обсуждали, и все новое, это вот как бы, когда оно шагнуло в определенную пору, оно все начало становиться новым с каждым поколением. Это и есть танго нуэво. и я тангу нуэво, и ты тангу нуэво. Нет такого, что тангу нуэво, это вот кто-то, кто радикально отличается от кого-то. Нет, тангу нуэво, это переосмысление, даже если ты чуть-чуть добавил своего, это уже ты капнул туда своего. Но возвращаясь к истории, то есть, понимаешь, тангу нуэво невозможно без слова аргентинское. Невозможно. Ну, я так не считаю, но это моё субъективное ты можешь не считать, я тебя не убеждаю, но моё мнение, что если ты используешь там движение, если ты используешь базу музыкальную, художник есть художник, ты можешь быть в своём направлении, но ты не отдельное направление. Да, я это согласен, да. Если говорить о чемпионах, о мундиалях, я вот недавно, ну, а, сегодня выпуск сделал, там, перевод небольшой с тоже зачем чемпионаты, там интересно размышляет Хуан Мартин со Стефанией Калиной, очень такой вот интересный получается момент, каждый по-своему смотрит на чемпионаты, кто-то в этом видит хорошее, кто-то в этом видит плохое, но если мы говорим о чемпионате мира, чемпионат мира нужен был в первую очередь, и самый первый, его делали для того, чтобы привлечь популярность к аргентинскому тангу, когда в Аргентине был жесточайший кризис в Буэнос-Аресе, и они при помощи чемпионата, они тогда при помощи первого чемпионата, это я в выпуске Кафетерия Идеаль рассказывал Риварола, они в этом, на этот чемпионат что-то у них 300 иностранных пар приехало тогда, они очень гордились этим, и у них идея была в том, чтобы вот эта история помогла бы привлечь туристов, привлечь инвестиции своего рода и интерес к тангу, потому что они этим болеют, они это любят, они за это переживают. Ну там еще все-таки страна тоже такая не очень благоприятная, они постоянно через кризисы проходят. привлекают туристов. Очень они все время неровно у них. То в кризисе, то они выходят, то чуть-чуть, как цены на бензин из этой серии, там типа поставили 50, а потом ты думаешь, блин, что так дорого, а не 49, а было там 45, а ты такой думаешь, сбросили, вроде опять 75, хоп, что такое 75, 73, а вот этот скачок уже никто не учитывает. Вот эта история, то же самое там вот с кризисами случается. Чемпионы все-таки, особенно чемпионы мира, это колоссальная ответственность, это те люди, за которыми могут пойти остальные. Да, я о том же. Дело не в том, что за ними могут пойти, дело в том, что сделает чемпион за этот год, у него есть всего год, у него вот у бабочки однодневки есть день, а у чемпиона есть год, но пока он будет ездить в турне, пока не наступит следующий чемпион вот этого чемпионата мира, и как он свое танго, свое видение, что он сделает после, вот всегда интересно, там на любом проекте, ты смотришь, кто-то побеждает, его там говорят, победил в этом сезоне танцы или еще что-то, вот этот, отлично, начнется следующий сезон, окей, а кто этот человек, где он будет, куда он попал, ну он там по танцовке танцует, еще в клипах кого-то снимается, или он как-то куда-то выстрелил, не в плане того, что он со своей выгоды выстрелил, вот я очень внимательно наблюдаю за теми, которые которые не себя как-то подтолкнули за счет вот этого чемпионства, а которые в культуру что-то принесли от себя, вот, например, в моем понимании там Пабло Родригес с Ноэли, вот они там когда победили на Мондиале Нуэля, Пабло Родригес, они, да, они разошлись, но это, это, провал, когда пара побеждает и типа, типа победили, чтобы развить, ну, воспользовались друг другом и потом типа да пофигу, это, конечно, фиаско, но каждый из них, он приобрел свой вес и создал свое что-то, то есть Пабло Родригес в своем развивается очень хорошо, на мой взгляд, успешно и он очень оригинальный танцовщик, Ноэли Ауртада создала целую просто плеяду танцовщиц, целый стиль, вот как как они танцевали с Карлитосом, это, это вообще, если говорить о Джонатан Саведро, тоже в игре, какими они были до победы с Кларисой Арагон и какой путь они проделали и как они влияют сейчас на танго с вершины своего чемпионства, не просто там ездят и танцуют так же, как танцевали, или вообще ты там не помнишь, кто там был в другие года, а этих помнишь, не потому, что они ездят везде, а потому, что они, ты видишь их развитие, ты видишь, как они привносят свое, так вот, те, которые побеждают вот за этот год, они что-то должны сделать, вот прям сделать, не просто говорить, что он чемпион, тебе нужно вернуть что-то танго, вот ты из него брал все время из танго, оно тебе давало деньги, ты в него вкладывал, ты учился, нужно, нужно, чтобы наступил момент для того, чтобы вернуть, и вот когда ты достигаешь вот этой вершины, потому что, ну, это неоспорима вершина, тебе нужно влиять с той вершины и что-то привносить, и за собой вести, а не просто, ты считаешь, что касали, пока непонятно, для меня непонятно, для меня он вообще не на радарах, нет, для меня, я не знаю, то есть я за ним не слежу, но понимаешь, вот тот, кто, тот, кто делает, что-то, ты сразу его в поле зрения видишь, потому что, ну, то он то там, то здесь, то вот это, то он то, ты все время как бы в процессе находишься, то, что для тебя это может быть значимый виток, то есть ты такой смотришь, о, ну, наконец, да, это называется, ты, ты этот момент дождался, тебя он зацепил, это откликнулось у тебя, но, а что вот эти делают товарищи, что они делают, чтобы таких, как ты, было больше, они должны что-то, не ты должен делать что-то больше, потому что это немножко искажения случаются, ты делать должен, потому что ты делаешь свое, ты свое должен делать, но, ты не примазывайся к ним, понимаешь, Паш? Я даже не пытаюсь, просто порадовался. Это, это как бы история из того, что ты получил подтверждение чему-то, чему-то своему, там, в сценарию, ты смотришь, там, побеждают эти, и очень интересно смотреть, ну, а что они там, что они привнесли, вот они в сценарию, они себе обеспечили работу, окей, там, он танцует шоу, его фирменное шоу хотят видеть, окей, а что еще, где он еще, каков его вес в обществе, Дима победил на сценарию, Вася? Дима молодец, где они вообще прям, молодцы, они очень много сделали, и вот это вот, это очень важно, что, что сделает чемпион после, там, Макс Герасимов с Августиной, что они сделали после победы? Не расстались, все, чемпионство, бам, и статус остался, но очень важно вот эти вещи, понимать, что ты не просто себя пытаешься поднять на определенный статус и уровень, ты должен ответить за него, ты должен что-то вернуть, ты не просто драл вот эти вот все свои силы и нервы на то, чтобы стать первым, чтобы сдаться, или чтобы откатиться, ты двигайся, пожалуйста, дальше, ты новое поколение, добавь что-то, воспитай кого-нибудь, и так далее, ну то есть вот эти вещи, они, на мой взгляд, они супер важны в мундиале, и когда очередная победа, и эта пара пропадает, это возникает, ну, это неоправданная надежда, можно так сказать, судьи их оценили, судьи им сказали, да, с них может быть какой-то толк для танго, для аргентинского танго, а они в итоге как бы для себя там какие-то воспользовались какими-то обстоятельствами, тут работа там, тут работа там, ну, нормальный, зовут там, танцую, туда-сюда, и все, он для себя делает, он продолжает брать из танго, он не возвращает, а это очень важно, чтобы вот этот вот обмен был, это опять же разговор со смыслами. Слушай, ну, в общем, короче, все вокруг одного про ответственность. Ну, если мы этот момент, да, вплетаем, как бы так вот через такая красная нить, то да, ответственность за тех, кого приручили, за тех, кого приручили, за собственные действия, внимательность к тому, что ты делаешь, говоришь, чтобы потом не оказаться. Ну, в завершении, что, мы с тобой отлично, отлично сидим, хорошо общаемся. Что порекомендуешь, я не знаю, пожелаешь тем, кто танцует танго и в завершении нашей темы просвещения танго? Ну, интересоваться, быть любопытным, интересоваться, задавать вопросы, всегда проверять себя, проверять того, у кого ты учишься, всегда задавать ему вопросы, а почему так? Всегда обращать внимание на то, что тебе нравится и стремиться научиться тому, что тебе нравится. Не делить людей в танго, если мы говорим, не делить людей на тех, которые хорошие, плохие, нужно всегда воспринимать человека на то, чему ты можешь у него научиться, если ты хочешь развиваться. Опять же, если тебе запрещают, а ты в этот момент думаешь, ну ладно, не хватает у человека воли, не хватает у него самоопределения, он не понимает, чего он хочет и позволяет другим руководить. ну ладно. Поэтому любознательность, образованность, чтобы человек образовывался, это очень важно, чтобы он брал информацию, не знает, откуда брать, спрашивай, спрашивай у этого, у этого, у этого, ты поймешь сразу, кто тебе может что-то сказать, кто тебя просто пытается так вот, а ладно, не надо, что там, ты вот это лучше послушай, а я вот это хочу, быть целенаправленным, последовательным и понимать, что будущее, которое вот у каждого может быть, оно связано с партнерством, то есть если человек хочет развиваться в танго и танцевать, ему нужно начать думать о партнере, с которым он может потреблять информацию, нарабатывать ее, путешествовать и так далее, это очень важный момент. Спасибо. Дорогие друзья, ссылочки на все ресурсы, которые Макс в описании, ну как минимум точно на Дзен канал будет у нас в описании, поэтому обязательно подписывайтесь, там очень много ценной и полезной информации и архивов, и актуальной информации, и интервью, в общем, спасибо большое, Макс, что пришел, содержательно, приятно пообщались. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok